Студия Медиакнига представляет. Андрей Белянин, Алексей Табалыкин. Стреляй, напарник. Читает Павел Конышев. Пролог. Астрахань, июль 2012 года. Стреляй, начальник охраны. Это как-то не укладывалось в привычные рамки. Пройдя к дверям, он посмотрел на вахтера за стеклом. Тот сидел на своем месте, мрачный, как туча. — Что у нас тут? — спросил Тагир. — Да кто его разберет? — проворчал тот. — Приходили особисты с корочками, зашли в офис, постреляли там, потом выволокли одного из наших, не знаю кого, не признал. — Они стреляли? Ты уверен? — Не, ну... — вахтер немного замялся. — Вроде как выстрелы слышались. — Вроде это не ответ. — решил Тагир, не став больше ни о чем расспрашивать старика, взбежал по лестнице и вошел в просторный зал офиса. — Справа ряды компьютеров с операторами, слева — столы торговых агентов. И тут и там перепуганные сотрудники, кучкуясь, что-то обсуждали в полголоса. Женщины явно нервничали, мужчины вели себя поспокойнее, пытаясь разряжать атмосферу тихим матом и шутками. Тагиру следовало идти к директору за разъяснениями, но он хотел сперва расспросить о происшедшем кого-нибудь из зала. Для этой цели лучше всего подходил начальник автопарка. Бывший собровец, ветеран горячих точек, он, в отличие от остальных, сумел сохранить самообладание. — Привет, Михаил! — вздоровался с ним Тагир. — И тебе не хворать, — ответил тот. — Слышал уже, что у нас здесь творилось? — Пока только в общих чертах, так что теперь хотелось бы подробностей. — Ха! Подробностей! А подробности такие. Завалились к нам четыре амбала в гражданке. Был с ними еще какой-то пятый хлыщ, но тот что-то перетер с их старшим и смылся. Остальные подошли к Сашке Тимохину, метнули ему под нос своей корочки, представились ФСБшниками и что-то там ему лобать начали. А Санек вдруг вскочил, да на голубом глазу раскидал их по офису. — Кто? Саша? — воскликнул удивленный Тагир. — Да! Представь себе наш Саша! — подтвердил Михаил. — Удивлен! Вот и я прихренел неслабо. Сколько мы его знаем, никогда он не производил впечатления крутого рукопашника. А тут вдруг такие навороты. Руками, ногами так отдубасил амбалов, что только пух летел. Раскидал их в стороны и деру. Только почему-то не к выходу, а в сортир. — Нафига? — Изумлению Тагира не было предела. Ведь в туалете был только вход, он же и выход. Бежать оттуда некуда. — Да-да! — еще раз подтвердил Михаил. — Прямиком в сортир. Амбалы за ним туда бросились. Какое-то время тишина, и вдруг... Бабах! Бабах! Стрельба! Через минуты выносят Сашку на руках. Без сознания, но вроде целого. Крови на нем не увидел. Но самое интересное. Зайди в толчок и посмотри, куда они стреляли. Озадаченный начальник охраны последовал совету и зашел в санузел. Небольшой коридорчик. Слева кабинки. Справа умывальники. Напротив входа большое зеркало. Оно-то и привлекло сразу внимание. Вся его поверхность была утыкана пулевыми отверстиями. Поразительно, но само зеркало не рассыпалось. Не лежало осколками на полу, а все так же висело на стене, дырявое, в трещинах, но не рассыпавшееся. Тагир посмотрел себе под ноги, хотел найти какую-нибудь гильзу, чтобы определить, из какого оружия стреляли. Не обнаружил ни одной. Еще раз взглянув на зеркало, сосчитал количество отверстий и снова посмотрел на пол. Ничего нет. Они что, все гильзы забрали? Пронеслась у него мысль. К чему такая таинственность? Гильзы не ищи, сказал подошедший сзади Миша. Нету их. Я сам искал, фигу нашел. И еще, когда они Сашку выносили, пистолеты в руках держали. Я тебе так скажу. На своем веку много мне стволов видеть доводилось. Но таких пушек я до сего дня не встречал. Не похоже это на табельное оружие. А точно ли это ФСБшники? Ну а мне почем знать? Они мне ксивы не показывали. Зашли и вышли как к себе домой. Ни здрасте, ни до свидания. Беспредел какой-то. Словно снова девяностые вернулись. Директор в курсе? А как же? Все с моих слов знает. Я ему как на духу обо всем рассказал, как и тебе сейчас. Сам-то он ни Шиша не видел. Как выстрелы отгремели, он и носа из кабинета не высовывал, пока я за ним не зашел. Понятно. Тагир вышел обратно в зал. К директору спешить не надо, раз тот ничего нового не скажет. Значит, его пока можно проигнорировать. Так ты говоришь, наш скромник Тимохин здесь крутой махач устроил? Спросил он ушедшего следом Михаила. Ну да, подтвердил тот. Как раз у агентских столов. А что? Михаил проследил взгляд Тагира, уставившегося в потолок. Опа! Осенило его. Вот именно, кивнул начальник охраны. На потолке в разных местах висели охранные видеокамеры. Одна из них как раз над столами торговых агентов. То есть над тем местом, где и произошла драка. Тагир направился к выходу. Михаил увязался за ним. Говорят, что надежда умирает последней. Так вот, надежда посмотреть видеозапись драки не просто умерла. Она была убита самым жестоким образом. Камера, висевшая над столами, впрочем, как и все остальные, ничего не показывала. Экраны монитора в комнате видеонаблюдения мерцали снежком. Перемотки записей ничего не дали. Ни на одном носителе. Ни одного кадра. Вот и гадай теперь. Настоящие это были ФСБшники? Или кто-то косил под них? Неправильный вопрос задаешь, старина. Похлопал его по плечу Михаил. Сейчас главный вопрос. Если это были настоящие ФСБшники, то кто тогда Саша? Он у нас года три проработал. Все думали, парень как парень. Простой торговый агент, каких много. А он вон и какой киндер-сюрприз оказался. Начальник автопарка многозначительно поднял кверху палец. Над этим подумай. И он покинул комнату. Глубоко вздохнув, Тагир тяжело облокотился на панель управления и, не мигая, уставился в один из экранов. А ведь верно. Пробормотал он. Кто же такой этот, чтоб его Саша?